Всем привет! И на радиус здесь, на второй же годной премии от интернет-журнала Эндер. Сегодня мы будем подводить итоги года и награждать повелителей лайков. Погнали! Алина, в какой номинации ты сегодня участвуешь? Лайфстайл-блогер года. Это очень волнительно. Какие прогнозы, как думаешь, победишь? Прогнозы неизвестны, но я верю. Я надеюсь, что я выиграю отрыв голосов, когда закрывали. Голосование было всего 120. В какой-то номинации? Тикток года, тиктокер года, конечно же. Я же самая популярная в тиктоке, вы что? Редакция Энтер вместе с командой коммуникационного агентства К9 провела вторую ежегодную диджитал премию. Точнее, две премии подряд. «Итоги года» и «Повелители лайков». «Итоги года» — это лучшие проекты, бары, пространства, события, команды. В «Повелителях лайков» отмечены личные достижения блогеров, инфлюенсеров и онлайн-сообществ. Как ты себя ощущаешь? Как чувствуешь? Я ощущаю себя победителем. Ты давно в музыке? Я очень давно, очень давно. Сколько у тебя уже треков? У меня два альбома, несколько синглов. Ожидается новый альбом в 2022 году. Так что, ребят, зацените, скоро будет. И про что? Какие ожидания? Первый место, как всегда. То есть у тебя нет конкурентов? Ну, нет. Вообще? Нет. Ребята, рядом со мной стоит ваш самый любимый маркетплейс, да? В Казани, Казан-экспресс. Какие планы на ближайшее время? Что, собираетесь еще покорить какие города? В 2022 году мы откроемся еще в 100 городах. Слушай, я недавно дошла к тебе в инстаграм, я обалдела. Ты вообще сумасшедший. Я охранник из будущего. Оба, опять ты. Как так? Охранник из будущего. И это мои нанчаки. А это моя сканейка. Спасибо, да, приятно. А чем закончилась история с охранником? С каким? Именно, их было много. Я квалифицировался как охотник на охранников. Именно так меня называют. И даже сегодня, когда я пришел на номинацию, мне сказали, сделай что-нибудь странное. И я им ответил, мне много ребят писало. Я просто хотел быть с собой. Хотя бы один день я хотел быть с собой и быть спокойным. То есть ничего странного вы сегодня от тебя ожидать не будем? Нет, сегодня нет. Нет, нет, нет. Как думаешь, победишь? Ну, я бы не оделась так, если бы я не думала, что я побеждю. Победю. А, как бы? А, приду победу. Наверное. Танцуем? Желаю победу Ярославу Муравьеву. Турновой супермодной номинации. Наноинфриенс. Наноинфриенс. Ну, это классная номинация, реально. Реально. А на что можно повлиять, будучи таким инфриентером? Ну, вообще, как минимум, я не сухой, что... За последний год тут минимум пять человек пришли к моему тренеру заниматься. И еще пять человек, точно я знаю, начали садиться с ним от спорта. А, чем можете похвастаться в 2021 году? Что вы дома сделали? Ну, вот, собственно, пространство, в котором мы сейчас с вами. Я сижу радуюсь, что пригласила ребят провести премию здесь. Мы его завершаем. Вот конец четвертый подъезд, он уже запущен. И это, я думаю, пространство Казанского Кремля, пространство, присутствие мест Казанского Кремля, точно станет важным центром культурной жизни города. И, что очень важно, Кремль перестанет быть только центром властным. Он станет, еще и центром культурным. Я думаю, это важное начинание для города и для республики. И вот, кстати, как раз в этих залах, где мы сейчас находимся, я думаю, что появится самая крутая выставочная площадка в Татарстане. Круто, ждем, ждем. Спасибо, спасибо. Вечером 23 декабря в обновленном здании присутственных мест в Казанском Кремле прошла торжественная церемония вручения статуэток победителям. Напомню, традиционно в голосование попали только аккаунты и проекты, связанные с Татарстаном. Ну, где еще можно встретить столько блогеров и медийных личностей в одном пространстве? Кстати, пишите в комментариях, за кого голосовали вы. Мы поздравляем тебя с победой. Кстати, в какой номинации победила? Мы пропустили. Лайфстайл-влогер до 50 тысяч подписчиков. Сколько у тебя их? 40 и 600. О чем рассказываешь у себя в Инстаграме? Я снимаю ПП-рецепты, которые улучшают здоровье людей. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Это уже вторая победа? Да. Сколько у вас детей? Четвертого жду. Сколько подписчиков у вас? 136 тысяч. В чем секрет? А как нужно вести блог, чтобы было много подписчиков? Ну, в естественности показывать жизнь, как она есть. Балту действительно пора создавать конкуренцию. Кто готов потягаться с Булатом за звание главного тревел-блогера? Надо признать, будет нелегко. Ну что, я поздравляю тебя с победой. Спасибо, спасибо, спасибо. Как обещал, будьте любезны. За базар вывожу. Поздравляю тебя с победой. Спасибо, спасибо. Ты самый крутой инстагид у нас в Казани. Какое классное местечко можешь нам посоветовать? Сейчас, конечно, самая классная местечко – это Кремль, Кремлевская, ну и Черное озеро парк, потому что они такие красивые, иллюминация очень красивая там горит. Мистер Блэк обещал никого не шокировать, но это была самая яркая победа на премии. С разницей в 23 голоса Булат обошел богиню тиктока всея Татарстана – Аляску. Как тебе вообще ощущение от того, что ты обогнал Аляску? Ты ее просто уделал. Вы знаете, это невозможно для меня, казалось. Ты проиграла Булату. Я никогда не проигрывала. Для своих подписчиков, для своей любимой аудитории я всегда самая первая. У нас отель, кафе, ресторан и тематика за 60+. Но самое интересное, начал заниматься меньше, чем год назад. И сколько уже подписчиков? Ну, пока 35 с половиной, но я считаю, это неплохо за 8-9 месяцев. Игра в Татара. Да. Первое место. Первое место. С победой. Спасибо большое. Чем вы вообще занимались? Я не следила. Знаете, вот я сейчас начну со второй игры. Ели шпушмаки, пели, танцевали, говорили тяжелые слова, как... Это радость, это счастье, это первое место, это победа! Победа! Наша общая победа с моими слушателями, подписчиками. Спасибо вам большое, я очень-очень рада, что вы меня так поддерживаете, мои любимые. Спасибо большое. Я тебя поздравляю с победой! Спасибо большое, огромное спасибо. Это было интересно, сложно и вдохновляюще. Спасибо большое. А расскажи, в чем секрет, как набрать столько подписчиков в Инстаграм? 9 лет труда. 9? 9 лет блогу. Сколько в день нужно размещать сторис? В идеале 6, но у меня больше. 10 лет блогу. Было весело и местами даже неожиданно. Ну вот и все.